Либо здесь создавать, опять же, фиктивные перемены, так же, как со странами, либо тоже дихотомизировать, но отдельно, yes, отдельно. Ну, пожалуй, мне больше нравится более простой вариант, поэтому я его реализую сейчас. Я сделал перекодировку, и дальше, опять же, в variable view, в солдике values, пометил, что единичка теперь это yes, нолик это ноль. Следующая переменная и так дихотомическая. Она может оставаться в модели без изменений. Следующая переменная, опять-таки дихотомическая, может оставаться в модели. Из довольно неприятной кодировки со средней категории neither agree nor disagree. И непонятно. Вообще-то это похоже на, затрудняюсь ответить, не согласен и не несогласен. Поэтому я бы отправил 3 в missing, единица и двойка, это игры, пятерка и четверка, это дизыгри. Причем таких переменных здесь целая группа, поэтому здесь удобно использовать синтакс. Я подготовлю синтакс с кнопками для начала. Я задал правилом. Отправил его в синтакс. И сюда я впишу еще название name тех переменных, которые входят в эту группу. Вот эти две. И вот эти три. Ничего страшного, что они идут через абзац. Правила сработают для них всех. Я запускаю. Сработало. И variable view снова меняю. Например, здесь поменяю, а потом скопирую. Игре это теперь единичка. Дизыгри это теперь нолик. Этого теперь просто нету. И это пойдет в missing. Поэтому я сделаю range. Седьмой по девятую. И дискретное значение третье. Копирую для этих. Для этих. Копирую для этих. И для этих.